Деревья на крыше многоквартирного дома. С такой новостью в нашу редакцию обратились жители апатитского дома Ферсмана 20. Не добившись результата от коммунальщиков, жильцы обратились в средства массовой информации. Съемочная группа народного телевидения выехала на место. Жильцы Ферсмана 20 ничего не имеют против зеленой растительности в городе. Но не на крыше своего же дома. Кроме этой напасти, кровля во многих местах протекает и в квартирах на пятом этаже льется с потолка. У нас на крыше растут цветы, деревья вернее. Вот мы сфотографировали. Вот видите? Квартиры на пятом этаже были затоплены. После каких-то их попыток ремонтировать выросли деревья. Деревья какие там выросли? Поросли. Вот ее видно. И чем она грозит? Естественно, она грозит кровле. Мы обратились за разъяснениями в управляющую компанию «Наука», которая обслуживает дом. По словам генерального директора Петра Котовского, все обращения жильцов рассматриваются. И все, что зависит от управляющей компании, делается оперативно. Что касается Ферсмана 20, в марте комиссия, состоявшая из представителей администрации, коммунальщиков и жителей, обследовала здание. Дому 52 года. Состояние крыши было признано неудовлетворительным. Требуется капитальный ремонт. Денег на капремонт нет. По новой федеральной программе капремонтов, которая рассчитана до 2040 года, все граждане будут платить минимальный взнос на капремонт в размере 3 рублей с квадратного метра. И согласно графику, очередь на капремонт, например, Ферсмана 20, дойдет только через 20 лет. Данный дом 62 года постройки будет отремонтирован в 2034 году. До этого момента мы будем все это делать латочно. Что касается частичного ремонта, то он делается в заявочном порядке. В первую очередь необходима инициатива от жильцов. Нужно написать заявление в управляющую компанию. В этом году были заявки от первого подъезда. И, соответственно, сейчас в летний период были произведены работы над первым подъездом в размере 84 метров квадратных. Директор управляющей компании заверил жильцов третьего подъезда, что они не останутся с текущей крышей на зиму. И как только погода позволит, коммунальщики заделают течь на кровле. Сейчас выход на кровлю нами опять осуществлен, инженеры со специалистом, выявлены болевые точки. И ремонт при установившейся теплой температуре наружного воздуха и солнечной, ремонт будет произведен. Что касается растущих кустарников на крыше, коммунальщики их ликвидировали, как только жильцы обратились с этой проблемой.